Разработчики из Чувашии претендуют на победу в конкурсе «Проф.АйТи-2017». Проект из Республики по организации информационного, межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи инвалидам вошел в шорт-лист номинации «АйТи в социальной сфере». Мы привыкли к тому, что оформление инвалидности по каким-либо причинам процесс непростой и длительный. Человека заставят пройти по многим инстанциям, чтобы он смог доказать, что может претендовать на льготы. В Чувашии с недавнего времени процедура упростилась благодаря введению инструмента межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи. Действует он на территории всего региона. Пациенту нужно посетить своего лечащего врача и бюро медико-социальной экспертизы. Бумажная волокита при этом исключается. Ведомства будут обмениваться документами с помощью электронных сервисов. Кроме того, о новом статусе пациента будет извещено и профильное министерство, например, Минтруда. То есть пациенту сейчас не нужно лишнего дополнительно ходить и записываться в бюро МСЭК. То есть это происходит в момент приема на приеме участкового врача или врача общей практики семейной медицины. Дается время, дается дата приема. Причем еще можно выбрать удобное для пациента время. Электронный пакет документов, он формируется и отправляется заранее в бюро МСЭК. И пациенту на руки вместе с талоном, где указана дата, время приема, адрес, где пациент будет проходить это освидетельствование. И выдается бумажный вариант, заверенный уже печатью больницы. Проект работает с прошлого года и уже представлен на всероссийском конкурсе «Проф.Айти-2017», как не имеющий аналогов в нашей стране. Наши граждане, оказавшись в непростой ситуации, получившие то или иное заболевание, с помощью этой системы могут получить полностью весь современный комплекс всех социальных услуг, начиная от медицинской организации, заканчивая непосредственно уже получением технических средств реабилитации и социальной адаптацией. Чувашская республика не первый раз региональным проектом участвует в этом конкурсе. В 2013 году мы участвовали с проектом жилищно-коммунального хозяйства, заняли первое призовое место. В 2015 году мы также заняли первое место с региональной информационной системой обеспечением тоже незащищенных слоев населения необходимыми лекарственными препаратами. Нововведениями уже успели воспользоваться жители столицы республики. И врачи и пациенты отмечают удобство системы. Евгения Фандеркина, Сергей Адушкин, Республика. Это все новости на сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова